Доброе утро! Сегодня в Минске состоится открытие международной специализированной выставки ТИБА-2023. Она проходит в рамках международного форума по информационно-коммуникационным технологиям. Какие достижения в сфере информационных технологий там можно будет увидеть, расскажет заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь Анна Рябова. Анна Николаевна, доброе утро! Почему выставка ТИБА это такое вот яркое событие для простых людей? Потому что те, кто в отрасли, все понимают, что это новинки, это оборудование из разных стран, и белорусы показывают свои разработки. А вот для обычных людей? Ну, вы знаете, наши же выставки практически столько же, сколько нашему государству. Действительно, она поначалу была такая для узкого круга специалистов, но задумывалась она сразу как точка драйва для развития всех этих перспективных технологий. И вот сейчас на 29-й выставке можно сказать, что в принципе у нас все это получилось, потому что на нашу выставку, безусловно, ходят не только узкие специалисты, которые занимаются разработкой и внедрением этих вещей, но, безусловно, в первую очередь нас радуют, что это простые люди. Простые люди, которые понимают, что это делается для них, им это интересно, они этим пользуются, хотят узнать, что им еще предложат, это радует. Активно пошел бизнес. Активно пошел бизнес, который оценил то, что цифровые трансформации тоже дают им какие-то конкурентные преимущества. И в этом, безусловно, плюс. И вот такая вот наполняемость, она растет от года в год. Нас уже даже не удивляет, а только продолжает радовать, и мы стараемся соответствовать этому запросу. Это правда? Выставка уже заработала репутацию смотра ежегодного не только отечественных, но и международных достижений в сфере телекоммуникации и так далее. Сколько в этом году планируется стран-участниц? Ну, мы все прекрасно понимаем, что после ковидных временах мы только восстанавливаем, так сказать, численность наших участников. Но 7 стран у нас будет. В том числе не только наши ближайшие соседи и партнеры, но и страны дальнего зарубежья. Это и Китай, и Южная Корея представят свои работы. Ну, и многие, конечно, присутствуют удаленно. То есть это тоже не надо, так сказать, игнорировать, потому что это тоже участие. Ну, и, конечно, в этом году у нас очень активно присутствует областями Российской Федерации. Знаете, я вот смеюсь, был такой анекдот старый, что, говорит, на день отключили интернет, так интересно, с семьей познакомились, с соседями, такие интересные люди оказались, так столько нового узнали. Ну, вот у нас все эти наши события, и ковидные, и санкционные, собственно, тоже заставили нас заглянуть и внутрь себя, и поближе присмотреться к нашим друзьям и соседям, и обнаружить огромный потенциал. Поэтому у нас огромнейший интерес к выставке. Пять областей российских на очень высоком уровне присутствуют, на уровне губернаторов. Ну, и я думаю, нам всем будет интересно посмотреть, чем мы сможем заместить то, что нам надо заместить. Но я знаю, что стенды и Министерства связи, и информатизации также будет на выставке. Что у нас себя представляет? Ну, вы знаете, что, наверное, неправильно его называть стендом Министерства связи, это стенд государственный. Это, в принципе, такой концентрат всего того, что мы сделали на государственном уровне. Он аккумулирует все наши достижения, которые мы получили в рамках наших госпрограмм, которые вот существуют много лет. Там участвуют практически все наши госорганы. И надо сказать, что в этом году мы немножко тоже его трансформировали. Оно же все время у нас как бы как-то эволюционирует. Раньше как бы государственный стенд, это для нас такая, знаете, как бы внутренняя немножко история была. Как бы госорганы обменивались практикой, как они цифровизируют свои бизнес-процессы для внутренних работ. Нынче он у нас называет города будущего, умные города. То есть ориентирован на то, что мы в государстве сделали для людей. Мы постарались максимально, так сказать, имитировать зону, ну, как бы визуализировать какое-то вот такое пространство под городскую среду, чтобы люди, проходя вот по такой вот иллюзорной городской среде, смогли представить себе, как будут выглядеть эти города, как они, посмотреть, удобно ли на них будет жить, что бы они могли еще захотеть, какие у них еще фантазии возникнут, какие они у нас какие-то планы там построят. Тем более, что у нас существует на уровне президента проект будущего «Умные города». Поэтому нам очень интересен отклик с любого уровня. То есть придя на выставку, можно фактически будет увидеть, как будут выглядеть в будущем наши города, как будет выглядеть наша жизнь. Ну, вы знаете что, ведь это первое, что спрашивают все. Так же, как спрашивают такое электронное правительство, значит, то ли заменят министров роботами, то ли еще что-то случится. Так же и «Умные города». Непонятно, значит, какая будет место, роль человека в нем. А ведь «Умный город» — это не только как человеку в быту удобно жить, это как будет работать наша вся коммуникация, как наша сфера ЖКХ будет гораздо более умная. Как управление будет строиться на основе анализа больших данных. То есть максимальное удобство, максимальная эффективность, максимальный отклик на пожелания горожан. Вот это интересно, что можно обменяться идеями. Я знаю, что постоянные участники выставки этой белорусской вузы, в том числе, они представляют свои стенды. Вот белорусские ученые чем удивляют? Ну, пока мы не расскажем. Это немножко интрига, потому что, значит, молодежь — это, конечно, всегда драйвер. Она иногда такая даже для нас неожиданная, хотя в нашей сфере мы привыкли к всяким неожиданностям. Поэтому вот образовательная аллея — это всегда даже для нас немножечко сюрприз. Поэтому мы вас отдельно приглашаем туда зайти. Это будет, наверное, интересно как тем, кто хочет посмотреть на эти идеи, так и тем, кто хочет пойти туда учиться. Потому что, ну, понимая, что тебя там, так сказать, раззадорят твою фантазию, твой креатив, наверное, появятся новые стимулы для обучения. В общем, весь креатив, все инновации, все самое неожиданное и интересное на ТИБО с сегодняшнего дня. Все на ТИБО. Ну, а у нас сегодня в гостях была заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь Анна Рябова. Анна Николаевна, спасибо большое. Хорошего дня. И вам хорошего дня. Ждем вас всех на ТИБО. Тем более, что билеты у нас теперь не за деньги, а только за подписку и за регистрацию. Вот как придумали. Хорошо, интересно. Маркетинговый ход. Обязательно придем. Спасибо большое. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok